Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня на библейском портале экзегет мы читаем первую главу Евангелия от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуды, братьев его, Иуда родил Фариса и Зару от Фамари, Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Овида от Руфи, Овид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Салмона от бывшей за Урию, Соломон родил Рваама, Рваам родил Авию, Авия родил Асу, Ас родил Ясофата, Ясофат родил Йорама, Йорам родил Озию, Озию родил Йофама, Йофам родил Ахаза, Ахаз родил Есикию, Есикия родил Моносию, Моносия родил Амона, Амон родил Йосию, Йосия родил Иоакима, Иоаким родил Яхонию, братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселению же в Авион Ехония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И так всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Авион 14 родов, и от переселения в Авион до Христа 14 родов. Евангелие от Матфея и Новый Завет вообще начинается с этого длинного перечисления имен, которое для современного читателя выглядит несколько обескураживающим, что никакого действия не происходит, а просто читаются имена. И в службе Рождества, в церкви мы тоже вот длинно читаем эти имена, и людям кажется вообще вот о чем это, что это может означать, какое-то имеет значение. Но для современников Господа Иисуса это имело огромное значение. Это имеет огромное значение и для нас, если мы всмотримся в этот список. О чем он говорит? Почему его важно здесь привести? О том, что Господь Иисус не появляется внезапно, как какой-то инопланетянин взлетающий в тарелке, ему предшествует долгое родословие и долгая история Ветхого Завета. Мы читаем все эти имена, и мы можем, они напоминают нам, и они напоминали любому человеку, который был начитан в Ветхом Завете об библейской истории. В то время люди хорошо знали богочестивые иудеи, они хорошо знали Ветхий Завет, и для них все эти имена были знакомыми и родными. Для них сразу, когда называлось какое-то из этих имен, вспоминались все связанные с ними библейские повествования, все эти библейские события, в которых эти люди были вовлечены. И это родословие говорит о том, что вся Ветхозаветная история, все события, которые описаны в этой Ветхозаветной истории, вся жизнь этих людей, которые жили в то время, переживали различные события, проявляли верность Богу или, наоборот, тяжело отпадали, вся эта история имела свою цель, имела свое направление. Они вели к определенному рубежу, к определенному результату. И здесь мы видим резкое отличие библейского взгляда на мир от языческого, поскольку для язычника время было циклично. Вот сейчас до сих пор у, например, индийцев, в их религиозных представлениях время ходит по кругу, что вот есть различные юги, это какие-то невероятно огромные периоды времени, которые делятся на более мелкие, но они в итоге движутся по кругу. И то же самое было, например, у Майи, и то же самое у древнегреков. Это казалось естественным, потому что мы наблюдаем циклы в природе. Меняются фазы Луны, меняется день и ночь, меняются времена года, и людям казалось естественным считать, что время тоже крутится и ходит по кругу. Но Библия дает совершенно другое представление о времени, что время разомкнуто, оно движется от истинного начала к истинному концу. В наше время мы часто ставкиваемся с представлением о времени, которое не имеет смысла, в котором нет содержания, что в истории, там происходят какие-то события, мы можем из них какие-то уроки извлекать, но в истории нет направления. И вот Библия говорит, что направление в истории есть. В истории осуществляется Божий замысел во всех событиях этой истории. И вот все события ветхозаветной истории, все имена, которые здесь упоминаются, они идут направлены к вот этому событию, к Рождеству Иисуса Христа. Все эти события, они находят свое осуществление. Вот зачем все это было? Зачем Авраам родил Исаака? Зачем вся эта история Авраама? Зачем Бог допустил переселение в Авион? Зачем Бог устроил так, что народ вернулся из Авиона? Зачем вся эта долгая и трудная и часто трагическая история Ветхого Завета? Вся эта история ведет к Иисусу Христу. И важно понимать то, что вся Библия, она прочитывается во Иисусе Христе. Потому что иногда так бывает, что особенно критики Библии, неверующие, они берут там, выдергивают пару строчек из Ветхого Завета и говорят, Библия учит что? Нет, конечно, мы не поймем, чему учит Библия, если будем читать ее не во Христе. Библия, как в другом месте священного писания, в Евангелии от Иоанна, евангелист говорит, съеже все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Библия — это книга об Иисусе Христе. Именно Иисус Христос является ее главным содержанием. И весь Ветхий Завет, хотя он намного толще нового, он является длинным и необходимым предисловием к явлению в мир Иисуса Христа. Все Ветхозаветные события приготовляли Рождество Иисуса Христа. И вот оно происходит. Рождество же Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сия ангел Господень, явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Мы не очень много знаем о богочестивом Иосифе, который был мужем Марии. Мы знаем, что в повествовании дальше евангельского, когда Иисус уже взрослый, уже проповедуют, его совершенно нет в кадре, даже в те моменты, когда он, очевидно, должен был бы быть, из чего мы можем заключить, я думаю, с некоторым основанием, что к тому времени Иосиф уже скончался. И это очень хорошо согласуется с нашим церковным представлением о том, что Иосиф был богочестивым вдовцом, которому было поручено заботиться о Марии. Это же предположение о том, что Иосиф — это пожилой, довольно и богочестивый вдовец, но хорошо согласуется с тем, что в Евангелии появляются рассказы о братьях Иисуса, что мне кажется непонятным и смущает. Кто такие эти братья? Это, по-видимому, это могут быть дети Иосифа от первого брака, которые дети Иосифа, но они не являются детьми Марии, или это двоюродные братья. Но вообще говоря, хотя это не утверждается прямо в Священном Писании, библейские данные очень хорошо укладываются в ту картину, что Иосиф был богочестивым вдовцом, у него были дети от первого брака, и они ведут себя в тексте Библии по отношению к Иисусу как старшие, как с некоторым таким пренебрежением. Мы знаем, что это очень патриархальное общество, и младшие братья почитают старших, если бы это были младшие братья, то было бы очень странно такое поведение, но вот старшие братья, по отношению к которым младший брат оказывается кем-то гораздо большим, их раздражение, в общем-то, понятно в том контексте. И выясняется, прежде чем они сочетались, что Мария имеет в очреве, и мы видим здесь реакцию Иосифа. «Будучи праведен и не желая огласить ее». Вообще, формально, формально по закону Иосиф мог имел полное право огласить и подвергнуть Марию, по меньшей мере, если не по биению камнями, это публичному позору, но мы видим, что он праведен, и что он этого не делает. Иосиф еще не знает, ему это еще не открыто, что Мария имеет в очреве от Духа Святого. Все, что он знает на данный момент, это то, что его невеста оказалась беременной, причем явно не от него. И мы видим его реакцию. Наверное, он чувствует себя уязвленным, оскорбленным, но он не пытается мстить за это, он не пытается как-то негодовать за свою оскорбленную честь, нет. Он думает о том, как оказать милость, о том, как тайно отпустить ее. И в этом многие толкователи Священного Писания находят очень важный нравственный урок для всех нас, когда мы сталкиваемся с тем, с грехом ближнего или с тем, что нам представляется как грех ближнего, поскольку мы всегда не знаем всех обстоятельств дела. И что мы призваны, подражая Иосифу, исходить из милости к человеку, а не бить человека сразу по его предполагаемым грехам. Но когда он помыслил это, то есть когда Иосиф уже принял решение тихо отпустить Марию. Ангел, Господень, явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов, их. Мария имеет вощревие от Духа Святого, то есть Евангелие нам говорит о том, что и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Луки, что Иисус не имел земного Отца. Тайна непорочного зачатия, она часто бывала камнем преткновения для людей, которые сомневались в библейских чудесах, и особенно это было, когда в XVIII-XIX веках люди все больше и больше начинали сомневаться в чудесах как таковых. Но в этом отношении можно вспомнить высказывание одного современного ученого, генетика Фрэнсиса Коллинза, он очень известный генетик, он верующий христианин, и у него периодически к нему приступают корреспонденты, говорят, ну вот вы такой великий ученый, вы такой прославленный, и вы что же, в Бога верите? Да, я верю в Бога. И что же, вы в чудеса верите? Да, я верю в чудеса. И верите в непорочное зачатие? Да, я верю в непорочное зачатие. Но вы же генетик. И он говорит, ну я ничего не вижу странного или логичного в том, что если этот мир создан Богом, Бог может иногда действовать поверх установленных им законов природы. Если вообще говоря, существует Бог, создатель мироздания, который установил все законы природы, он неподчиненным, и он может действовать так, как ему угодно. И в данном случае Бог совершает чудо. Мария зачинает в очреве и рождает без участия земного Отца сверхъестественным образом. Однако, хотя Священное Писание подчеркивает сверхъестественное рождение Спасителя, оно также подчеркивает его человеческую природу. Вот вся эта длинная человеческая родословие говорит именно об этом. О том, что Иисус Христос есть совершенный Бог, но и также совершенный человек. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус». Имя Иисус, Ешуа, значит, Яхве спасает. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот очень важная фраза, на которую стоит обратить внимание, от чего Иисус спасет своих людей. Люди ищут спасения, потому что людей много что тяготит в этой жизни. Люди ищут спасения от несправедливости и обид со стороны других людей. Люди ищут спасения от болезней. Люди ищут спасения от старости. Люди ищут спасения от различных тяжелых обстоятельств, в которых они находятся. От бедности, от притеснений. Но Иисус говорит, что, Слово Божие нам говорит здесь, что Иисус приходит, чтобы спасти людей от грехов их. Не от грехов других людей. Не от грехов римлян, например. Не от грехов в нашей ситуации наших соседей, или наших начальников, или наших родных. Но от грехов их, то есть от наших грехов. Главное несчастье человека, от которого его следует спасать, это его собственный грех. И это глубоко противоположно тому, что мы обычно встречаем в мире, к тому, к чему мы обычно склонны. Мы склонны, конечно же, обвинять других. Мы склонны огорчаться на внешние обстоятельства. Но с точки зрения Нового Завета, наша проблема – это наши собственные грехи. Христос приходит нас спасать от наших собственных грехов. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «Сидел его, чрево приимет, родит сын, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Происходящее является осуществлением ветхозаветного пророчества, как и все в жизни и служении Господа. Новый Завет глубоко укоренен ветхом. Евангелисты и апостолы, и сам Господь, они постоянно обращаются к пророчествам Ветхого Завета. И Иосиф встал, принял жену свою, и заботился, был хранителем ее девства, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Опять-таки, это слово и не знал ее, не означает, что между Иосифом и Марией когда бы то ни было были супружеские отношения, хотя бы после Рождества Иисуса. Это не предполагается в библейском тексте. И Церковь исповедует, что Мария присна дева. Она дева до Рождества Спасителя и дева по Рождестве. И она дева сейчас. Это обусловлено теми уникальными отношениями ее с Богом и тем уникальным местом, которое она занимает в истории спасения. Мы с вами читали первую главу Евангелия от Матфея у нас на библейском портале Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok